здравствуйте ну что ж после достаточно долгого перерыва все-таки в экстремальную жару не том что работать а тяжело вообще существовать но это как бы в частности итак приступим к испытанию данного частотометра в качестве собственно говоря цифровой шкалы для этого я изготовил вот такую вот платку здесь вот у меня стоит инверсный триггер шмита транзистор к этой 3102 букву я уже не помню схема нужна была для того чтобы вот она кстати простенькая такая схемка до схема была нужна чтобы поднять чувствительность все-таки как выяснилось если подавать напрямую на триггер шмита то что sn74 nc 14n да это инверсный триггер шмита в прошлом видео его показывал и так я хочу его использовать в качестве цифровой шкалы для вот этого радиоприемника которые вы если смотрели мои предыдущие видео которые я восстанавливал я уже все подготовил вещь как видите целограф и он здесь не случайно я сейчас подсоединю вход так он начал показывать частоту один мегагерц 460 килогерц но собственно говоря мне вот что надо так включая режим осциллографа выбираю так включаем режим на частотометре вот он сейчас показывает нам частоту три тысячи четыреста пятьдесят килогерц что мы видим здесь но нам нужна частота 465 так четыреста шестьдесят пять как вы уже догадываетесь это частота пч данного радиоприемника так чуть чуть убавим так вот смотрим показывает 465 так выбираем параметр пролистнул я субы это вычитание и вот мы видим вычитание проверяем 2 и вот видите показывает 2 мегагерца вычитает 465 делаю это я почему потому что данный радиоприемник точнее данный и терадин лампового трансляционного приемника работает с частотой на четыреста шестьдесят пять килогерц выше именно для этого я только что сейчас произвел настройку данного данной платы скажем так универсального измерительного прибора так ну что что ж сейчас я подключу его к радиоприемнику и продолжим съемку так ну вот знакомая вам схема и терадина лампового приемника tps 54 с этот конденсатор 28 пикофарад конечно у меня здесь на входе стоит конденсатор 104 104 но я на всякий случай чтобы уменьшить влияние на гетеродин все-таки впаял сюда конденсатор сейчас я припаяю вот сюда попробую данный наборчик в режиме цифровой шкалы скажу это достаточно было нелегко все-таки перерыв между видео у меня достаточно большой получился но это из-за аномальной жары тут не том что снимать тут и спать тяжело и и вообще существовать тяжело ну не что жара вроде немножко спала приемничек я запустил вроде сейчас будем проверять так сразу говорю схема временная минус я процеплю вот этим хочу как сказать крокодильчиком а вот сигнала я припаяю и так так ну в общем вот запустил я тут немножко прошелся по диапазону вот я поймал радиостанцию это болтовня для чего это сделал это я сделал для того чтобы вот проверить это достаточно мощная китайская станция то есть по крайней мере по сравнению с догена можно сказать что у меня цифровая шкала работает достаточно адекватно это у меня в 3 ну как громко нет сейчас попробую какой-то телеграф что-то работает ну я ну ладно так вот какого я 2 к в 1 всяче удивительно в некоторых местах кроме средневолнового диапазона я уже прогонял вот сейчас 5 мегагерц я тут достаточно точно попал в эту частоту как видите здесь 5 мегагерц к в 2 да и вот у меня частота частота ну очень очень близкая к в к 5 мегагерцам средневолновый диапазон так вот средневолновый диапазон у меня немного не совпадает скажем так он у меня хуже всего получился по согласованию но из-за того что у меня фактически он у меня растянут до 1700 хотя в самом приемнике он до 1600 ну ладно сейчас еще не поздний вечер что-то поймать я особо здесь вряд ли смогу так и длинноволновый диапазон 150 киломерц мегагерц Ну тут что угодно может ловиться От работающего оборудования Вполне все Так, КВ-2 КВ-1, КВ-2 И вот КВ-3 И вот КВ-2 Все то же самое Немцы что ли? Так, и вот КВ-4 Так Так, ну в общем Я продемонстрировал Работу данного набора В качестве Цифровой шкалы Так Ну что ж, что можно сказать Если говорить вкратце То, конечно, для цифровой шкалы Тем более, если вы будете вставлять ее В изделие Скажем так, модифицировать Конечно, данная плата Совсем Я бы сказал бы даже Очень не подходит Так как Вот это вот Заморочки В виде вот таких вот Триггеров Шмидта Усилителей Достаточно Ну скажем Не очень Хотя Не знаю Других частотаметров Именно как Цифровые шкалы Которые себя позиционируют Есть в Китае Такие длинненькие полосочки Но я как понимаю И удобнее их Наверное Использовать было Ну Скажу так В качестве Цифровой шкалы Этот набор Можно разве что Использовать В виде Ну вот как я сейчас Так За неимением Лучшего Померить Да, сойдет С кварцами Тоже спорная ситуация Не знаю Какая вот нужда Особо проверять кварцы Ну Запустятся Они запустятся Как я вот уже говорил Это ни о чем не говорит Так как Под каждый кварц Надо подбирать емкость То есть Вот здесь вот Установленные 22 ПФ Емкости Они Рассчитаны Скажем так На более высокочастотные кварцы Как у меня вот При тесте В первом Или во втором Видео было Указано В предыдущем точнее Было показано Что Ниже 3 МГц У меня кварцы Не запускались И это не говорил Не говорит Об их неисправности Скорее всего Это говорит о том Что данное Данный возбудитель Не просто Не запускает Данные кварцы В качестве Шкалы Для радиоприемника Не знаю Конечно Если уж совсем Совсем не охота Покупать более дорогой Набор Даже не набор А сборку То Можно конечно Использовать Но Тоже Так себе Конечно Ну Что я могу сказать В итоге Прибор достаточно Интересный Универсальный В качестве Тестера Кварцев По крайней мере Я не собираюсь Его использовать У меня такой Нужды нету Кварца Я по месту Проверяю То есть Устанавливаю И уже смотрю Но это ладно В качестве Цифровой шкалы Но если вы хотите Что то более Серьезное Для измерительной Своей лаборатории То конечно Надо задуматься О приобретении Отдельного прибора Генератор Частотометр Или даже Отдельный генератор И отдельный частотометр Так что все Как вы видите С самого первого видео Мы собрали Проверили все детали Проверили его В качестве Генератора Скажем так Проверки Кристаллов Кварцевых кристаллов И вот сейчас Закончили проверкой В качестве его Цифровой шкалы Так ну что ж Приятного вам дня Подписывайтесь на канал Следующее видео Я скорее всего Сделаю по обзору Осциллографа Или вообще Осциллографов Так что Увидимся в следующем видео